Всем огромный привет! Мне очень приятно вас видеть у себя в гостях. Сегодня я хочу поделиться своим новым заказным сайтом Василёк. Для тех, кому интересна эта тема, кто любит ивановский трикотаж, ивановский текстиль, я приглашаю вас к просмотру и давайте начнем. У меня в этот раз 9 позиций и я на каждую вещь, которую буду показывать, назову вам цены, потому что у меня накладная при мне и мне будет удобно вас ориентировать по цене. У меня здесь есть как одежда для себя, так и я еще выбрала для нашей спальни кое-что из текстиля, но вы уже могли кое-что из этого видеть в моих предыдущих блогах. Давайте обо всем по порядку. Так как я очень мерзлявый человек и несмотря на то, что в доме у нас тепло, я очень люблю, чтобы ноги были в тепле. Я люблю носить либо теплые носки, либо теплые тапочки, вот поэтому я себе заказала вот такие домашние тапочки в виде таких вот носочков, сапожков. Стоят эти тапочки теплые, значит, в сером цвете у меня они стоят 189 рублей и здесь размер с 38 по 41. У меня размер 37 и мне эти тапочки отлично подошли. Мне очень нравится, что они идут на подошве, не скользящей, поэтому дома можно спокойно ходить, даже бегать за ребенком и не бояться упасть. Конечно, это не натуральная овечья шерсть, это синтетика. По составу здесь 90% акрила и 10% спандекса. Но тем не менее, вот такие вот валеночки очень комфортные, очень удобные и, конечно же, очень теплые. Поэтому, если вы вдруг тоже знаете таких людей, которые любят утеплять свои ножки, то можете сделать такой замечательный подарок. Им 200 рублей, мне кажется, это очень здорово. И отличная, кстати, вот такая покупка еще может быть для дачи. Да, впереди дачный сезон и на холодное время еще пока, да, перед летом я вот тоже люблю на даче ходить в такой именно обуви. Дома такие тапочки носить. Еще я заказала себе вот такие вот розовые. Тоже размер у них с 38-41. И эти тапочки стоят 117 рублей. Вообще, то есть копейки 120 рублей. По составу, я думаю, что здесь, да, такой же состав. То есть это именно такие следочки байбалетки, как можно еще назвать. Вот с таким вот цветочком. Тоже очень такие милые, девчачьи. Опять же, тоже не скользящая подошва. И это уже вот именно такие открытые тапочки, которые можно носить под любой вообще дома. Прикидх и под штаны, и под тунику, там под платье подойдет. Ну, в общем, здорово. Очень тепло ножкам, комфортно. И выглядит, мне кажется, тоже такой очень по-уютному, как-то по-домашнему. В общем, здорово. Впереди 8 марта. Почему бы не подарить своим любимым девочкам такой замечательный подарок, который будет греть их ножки. Давайте дальше я уже вам покажу одежду, которую я заказала. И первый это такой костюм тройка в таком красивом серо-сиреневом цвете. Все практически я себе заказываю в 44 размере. Это хлопок. И давайте начнем по порядку разбирать. Начнем сначала с цены. Пижама женская брючная. 44 размера. 700 рублей. Я вам покажу все составляющие, что входит в эту тройку. Итак, первая это вот такая вот майка. Майка мне очень понравилась, что она имеет широкие лямки. Это не тоненькие бретельки, которые бывают спадают с плеч постоянно, либо закручиваются. Это хорошие толстые бретели, которые действительно закрывают эту часть, никуда не спадают и отлично смотрятся. Мне вот эта вот маечка 44 размера немножко, конечно, великовата. То есть она достаточно широкого кроя, но тем не менее, все равно ходить дома более свободной одежде приятнее, чем та, которая сковывает. Иногда даже я наоборот беру на размер больше, чтобы это было посвободнее, так более комфортно. Не стискивает ничего, ничего не давит. Все очень приятно. Она чуть-чуть удлиненная. Сразу скажу, что мой рост метр пятьдесят. Маечка вот такая вот идет в комплекте. Брюки. Я очень люблю брючные костюмы. Это можно, кстати, использовать как и костюм для дома, если у вас дома тепло, либо летом ходить вот в таком вот костюме. Маечку и брючки. Можно в этом костюме спать, если вы любите пижаму. Брючки идут на резиночки. Резинка хорошая, не тугая, ничего не перекручивается, хорошо все прострочено. По росту, кстати, мне эти брюки хорошо подошли, даже ничего не надо подшивать. Вот я вам все, конечно же, покажу с примеркой. Очень приятная расцветка. Внизу тоже обычная такая обметка. Вот. И что еще шло? Последнее. Это вот такая накидка-халатик к этому костюму. Это в том случае, если вдруг у вас дома гости, да, а вам вдруг надо выйти, допустим, там на кухню, вы только проснулись, то можно поверх вот этой вот пижамки или костюма, смотря, как вы будете носить, одеть вот такую вот накидку, и замечательно. У этой накидки рука в три четверти. Имеются спереди два кармана, это тоже очень удобно. И по длине она прикрывает попу и немножко бедра. И также идет к этой накидке пояс, то есть вы можете запахнуться и подвязать ее. Это отличный вариант для тех, кто не любит открытые руки, но хочет ходить в таком удобном, приятном и при этом красивом костюме. Вот, пожалуйста, вариант. Можно даже носить просто как такой совсем-совсем коротенький халатик, если вас это устраивает. Но вот троечка, конечно, вот эта очень классная, особенно если учесть ее стоимость 700 рублей. Причем это хлопок стопроцентный и очень, кстати, плотный, опять же не просвечивает. Мне очень понравился. Так что советую присмотреться, если вы очень любите так же домашние костюмы, как и я. Следующий костюм, вот такой вот синий. Я решила разнообразить немножко более-таки постельные цвета, которые у меня есть в одежде, и решила взять что-то более яркое. Также мне очень захотелось себе среднее что-то взять именно внизу, потому что шорты зимой я вообще не могу ходить дома, потому что я мерзну. Даже несмотря на то, что тепло, все равно я как-то... Ну, мне некомфортно ходить шорты зимой дома. Летом, понятно, зимой нет. А брюки уже как бы есть, да, брюк много. И мне поэтому захотелось взять бриджи. Вот такие вот. То есть они получаются чуть длиннее колена, но не короткие. Стоимость этого костюма 532 рубля. Тоже заказывала в 44 размере. Очень красивый цвет. И имеется вот такой вот тут рисунок на одной ножке. И также на футболке сейчас тоже покажу, как выглядит футболочка. Здесь вот резиночка уже идет потолще. Опять же, хорошо сделана. Не очень тугая, не совсем слабая. Имеется кармашки, что тоже не может радовать. И вообще сидит вот этот костюм очень красиво, очень так приятно. И действительно иногда прям очень круто. Не просто костюм с брюками, а именно вот капри смотрится. Мне нравится. Имеется внизу манжет, который не сильно обсякивает. Даже если у вас икры более широкие, не худенькие совсем вам, эта резинка не будет никоим образом стягивать ножку. Она очень мягенькая и при этом широкая. Вот такая вот сверху футболочка. Она идет, видите, тут такой более свободный крой. Без проима. То есть здесь нету пришитого отдельно рукава. Это все полностью слитый вверх. Внизу в виде манжета идет вот такая вот отделка. И также рисунок, как и на брючках, не сильно открытый. То есть тут вроде как и руки тоже прикрыты, потому что спускается уже не очень короткий рукав. И внизу тоже хорошая вот эта вот отделка. Можно и немножко подвернуть, сделать чуть покороче. Либо опустить на штанишки. И такой получается чуть подлиннее будет футболочка. В общем, мне безумно понравилось. Опять же покажу вам, как это все выглядит на мне. По качеству тоже очень такой плотный хлопок. Не просвечивается. И вообще вот весь мне нравится трикотаж. Он настолько приятный к телу. Настолько комфортный и мягкий. Что вот даже если вы вещи возьмете и оденете на себя нестиранные, вы не почувствуете никакой дискомфорт, ни жесткой ткани. Все настолько вот приятно и мягенько. Так что вот этот костюмчик тоже могу с радостью вам посоветовать. Очень красиво смотрится. Если вы любите именно укороченные брючки, я думаю, что вам понравится. Следующее, что я для себя выбрала, это туника. Это как раз тот случай, если вы не любите ходить в брюках или вам тоже некомфортно ходить, допустим, в шортах, но вы любите свободное что-то в виде платья или туники. Это как раз тот вариант. Туника. Вот такая вот. Очень нежная, такой приятная. Расцветки. Тоже размер 44. Мне понравилась расцветка, что она может подойти, мне кажется, любой девушке. И брюнетки, и блондинки. Вот он какой-то такой, знаете, универсальный этот цвет. Тут рукавчик. Не скажу, что три четверти, но и не сильно короткий. То есть он где-то по локоть. Приятный, неглубокий вырез. Мне очень понравилось, что в этой тунике имеется с боку кармашки. С одного булка, и с другого два кармана. Опять, это очень удобно, когда вы находитесь дома. Положить тот же телефон, да, или что-то, какой-то мелочь в карман. В общем, здорово. И у этой туники низ обработан, видите, срез не прямой, а вот такой полукруглый. Что добавляет немного длины этому платью этой туники. И мне, на мой рост, она чуть-чуть, ну, прикрывает колено. Если, естественно, вы повыше ростом, то вам будет чуть выше колен. Ну, я думаю, что для дома это вообще отличный такой размер, комфортный, да. Мне очень понравилось. Плотная ткань, ничего не просвечивается, хорошо сидит. И стоимость этой туники 588 рублей. Костюм, еще один костюм, который я себе выбрала. Видите, он у меня вот в таком розовом цвете. Достаточно яркий. Давайте разберем. Вот он, этот костюм. Такой красивый. Он, кстати, плотный. Это не тот хлопок тоненький, который идет, да, вот на вот этих костюмах. Нет, это прям такой хороший, плотный. Он действительно вот прям тепленький. Особенно сейчас на зимний период вообще супер. И вот, мне кажется, даже на весну, да, когда еще на улице не совсем жарко, еще прохладненько, можно вот его одеть. Мне кажется, здорово будет. Так, этот костюм искра роза, футер. И стоимость у него 1666 рублей. Но, опять же, полторы тысячи для такого качества, такого костюма, мне кажется, это не очень дорого. Все отстрочки хорошо сделаны, все отшито, никаких ниток не торчит. По горлышку, видите, идет полукруглый вырез, неглубокий. А размер у меня тоже 44. И в середине идет вот такая вставка с люрексом, то есть такая вот блестящая в золотом цвете. Ну, мне кажется, это сочетается очень красиво, оригинально так смотрится, вроде не скучно, уже как-то разбавляет этот костюм, вот эта полоска. Она переходит плавно на рукава. Рукава здесь длинные, отлично подошли, не длинные, не короткие, вот низ также. И брючки. Брюки идут на резинки. Резинка толстая, плотная, хорошая, опять же, не сильно тугая, не слабая. Видите, да, есть по бокам спереди карманы. И вот такие вот лампасы тоже с такой же вставкой. Очень хорошо подходит по моему росту, великолепно. Мне очень понравился этот костюм. Покажу вам, опять же, его в примерке на себе. Она действительно такая прям очень-очень добротная, очень плотная, очень тёплая. И, мне кажется, вот даже летом в более чуть прохладную погоду, ветреную, будет здорово одеть этот костюм. И уже будет вроде как и уютно, и не сильно жарко, но при этом и не холодно. Так что вот тоже могу вам порекомендовать. И последнее, что я из одежды себе заказала. Это толстовка. Сразу назову её цену. 672 рубля. Вот такая вот толстовка. С одной стороны, кажется, что это обычная такая толстовка, ничем не примечательная, да, ничем не отличается от каких-то обычных таких, ну, стандартных базовых вещей. Но она мне тем и нравится, что она такая светлая, классическая. Её можно сочетать с любым низом, как с джинсами, так и со спортивными штанами. Можно сюда докупить нечто подобное, схожее с этой толстовкой и сделать как костюм. Рукав подошёл. Здесь вот имеется на манжете такой в виде резиночки. Также внизу отделка тоже сделана вот такая вот резиночкой уже. Полукруглый вырез. Размер у меня 44. Тоже 100% хлопок. Но вот эта толстовка, она сидит более свободно. То есть она прям не в облипку мне, не в обтяжку, а вот знаете, такой свободный крой. Но мне нравятся толстовки чуть-чуть посвободнее, нежели если они совсем прям вот по мне идут, как вот какая-то кофточка, да. Нет, мне вот хочется именно, чтобы толстовка была в более свободной форме. Так что если вы любите что-то более плотное, чтобы это сидело на вас, то можете взять размер чуть поменьше. Я ношу 42-44, поэтому 44 мне нормально, но немножко более свободно, нежели вот, чем другие, допустим, какие-то вещи. В общем, я очень тоже довольна. Плотненькая, тёпленькая, уютная, комфортная, хорошая толстовка. Очень прям вот действительно мне нравится. И такой цвет универсальный тоже подойдёт всем. Из одежды это всё. Теперь я вам покажу, что я приобрела нам в спальню. И то, что вы уже видели. Это наволочки. Наволочки вот такого красивого, лимонного, не сильно яркого, приятный такой глазу цвет. Это из серии шиншилла. Вот такие вот пушистики. Это три наволочки. Сзади наволочки идёт посередине молния, которая очень удобно работает, хорошо, нигде ничего не заедает. Молния пластиковая. И в неё удобно вставляются подушечки. Я вам также покажу, как это выглядит. Вообще мне нравятся такие пушистики. Именно почему-то на зимний период вот такой текстиль, когда стилюк на кровать, лучше как-то смотрится, конечно, чем летом. И хочется добавить вот именно такого уюта с такой текстурой ткани. Конечно, могу сказать, что это один минус, если вы аллергик, если вы как-то очень чувствительны к пыли, как всему этому, потому что, ну да, грубо говоря, это пылесборник. Липнет на эту ткань вся пыль очень быстро, поэтому обязательно раза два, наверное, в неделю, если эти подушки у нас лежат в спальне на кровати, то нужно их стирать. Но при этом они очень быстро сохнут. Могу даже не гладить. Вот высохла, одела на подушку и всё. Замечательно. Такая наволочка стоит 202 рубля. Мне кажется, за 200 рублей просто превосходно. Размер у неё 50 на 50. То есть как раз вот те подушки, которые я специально заказывала, вот, кстати, они тут в этих наволочках, стедекор, они отлично сюда подошли. Вот у меня три штучки таких наволочек. И из этой же серии я заказала себе вот такой вот плед покрывала только в таком красивом розовом цвете. Это серия та же самая шиншилла, тот же пушистик. Вот вы можете вместе две ткани посмотреть. Это одна и та же серия. И, кстати, очень удобно, что можно выбрать любой цвет, допустим, и комплектовать, да? Выбрать себе белого, допустим, цвета покрывала, а более тёмные подушки. То есть там можно как-то выбрать себе, сделать такой комплект. Я вот выбрала вот такое сочетание, хотя я хотела изначально белый, но просто белых не было в наличии. Поэтому взяла вот такие светло-жёлтенькие. Моё покрывало называется светло-розовое. Размер у него 220 на 240. По поводу ухода за таким покрывалом просто элементарно, всё легко. На короткую стирку закидываю на 30 градусов, стирается, развешиваю буквально полдня, а на сухой можно снова стелить. Замечательно! Никаких зацепок, ничего на нём не остаётся. Единственное, что бывает, забиваются сюда какие-то там пылинки или мусор, если какой-то попадается, но можно просто подойти, всё это стряхнуть, там ванной элементарно, и всё. То есть уход за таким покрывалом-пледом минимальный. При этом вообще просто вот выстелите и приобретает совершенно другой вид в вашей спальне. Очень красиво смотрится, очень нравится. Ну и, конечно, он при этом тёпленький. То есть если под ним лежать, накрыться, будет очень тепло. Разные расцветки есть на сайте. Можно подобрать то, что нравится вам, что вам подходит. Покрывало идёт вот в такой вот замечательной сумочке. То есть если вы берёте на подарок вот такое покрывало, можете быть спокойны, что оно придёт упакованное, упаковано красиво, уже в чехле. Очень здорово. Да, кстати, по стоимости я вам не сказала. Покрывало-плед шиншилла. Моим размером 220 на 240 стоит 999 рублей. 1000 рублей. Это, по-моему, очень круто. Надо в спальную кровать, такое покрывало смотрится вообще просто шикарно. Так что вот такие вот обновки и новинки появились у меня от интернет-магазина «Басилёк». Если вы уже что-то заказывали на этом сайте, обязательно отпишитесь, что вам больше нравится. Домашняя одежда, текстиль, полотенце или что-то ещё вы для себя нашли, что вам приглянулось, и вы постоянно заказываете, обновляете. Мне очень нравятся домашние одежды. Я с большой радостью ношу всё, что заказывала. И, конечно, вот эта вот основа одежда меня очень порадовала. Я вас всех благодарю за просмотр. Не забывайте, что все ссылки я вам оставлю внизу в инфобоксе. Также я вам оставлю видео на первый мой заказ с сайта «Василёк». Если вы вдруг его пропустили, возможно, и в том видео вы тоже для себя что-то найдёте интересное. Я с вами прощаюсь. До следующего видео. Говорю вам всем большое спасибо за просмотр. Всех вас люблю и целую. И всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok